Теперь давайте рассмотрим следующий вариант. Каким образом у нас компьютеры могут получить доступ к среде передачи данных так, чтобы не разрушить информацию друг друга. Вот у нас есть провод условный. Вот у нас есть компьютер. Мы каким-то словами очень часто видали. Мы, вероятно, на всех книжках используемся. Мы хотим, чтобы компьютер A передал информацию к компьютеру, положим D. При этом, как вы понимаете, среда передачи у нас общая. Там может быть только одна передача в один момент времени. Правильно? Если мы в один провод будем с нескольких компьютеров пускать сигнал, что у нас получится в проводе? Хорошо. Полнейшая афина. Нечитаемая. Каким образом мы можем передать сигнал A на D, так, чтобы он дошел? Ну хорошо. У нас 24 компьютера. Вероятно, что глава будет молчать какое-то время. Что-нибудь получится. То есть у нас интереснее. Тысяча. Ну, у меня фигмент позиции, наверное, есть 24 года. При любом методе доступа. Ну, давайте помолчите все, и я буду передавать. Разные частоты. Разные частоты. У нас кабель автомизирован на одну частоту. Сделать кабель, который будет хорошо работать на разных частотах, достаточно сложно. Это во-первых. А во-вторых, если мы хотим каждой карточке дать возможность работать со всеми, нам придется умолчить работать на разных частотах. Это глава умнейшая вещь. Так, значит, первый вариант. Предупредить всем, всем молчать. По телефону? По рации, да. Ну, выкинуть сюда специальный пакет. Всем молчать, сейчас передавать. Все заглохли. Да. Каким образом? Подупреждение передачи. Каким образом? Инициирующая станция может быть уверена, что в тот же самый момент никакая другая станция не кликнула в сеть то же самое. Позвонить. Извините, у нас тут частоты миггерцовые, работают компьютеры. Если не будут созвониваться через телефон у пользователей, это не сеть. Быстрее дискетки добежит. Не, ну, может, фаллы какие-то будем кидать? Большие. Хорошо. Добежать с флешей. Флешей тогда не было. А если мы его разрушим по пути? Ну, хорошо. А мы здесь разрушим информацию, передаваемую. Какая разница? Таким образом, вот эта станция, крикнув в сеть всем молчать, может быть уверена в том, что в этот же момент никто не заработал всем молчать. Ну, пусть у каждой будет по секунде и времени. Хорошо. Хорошо. Мы сделали сеть с разделением времени. Ну, не по секунде, конечно, когда заметишь. Не суть. Предположим, что у нас 100 станций в сеть. Какую часть пропускной способности будет иметь в своем распоряжении каждая станция? Сотую. Одну сотую. Немало. Ну, а что еще можно предложить? Правильная была идея – выкрепнуть предупреждение. Ну, может быть, пусть будет одна большая станция, которая обработает все запросы на предупреждение. Как думаете, у нас стреляет потом по ссылке? Ну, можно, конечно, и так. Это уже коммутация пакетов, это другой уровень, и это достаточно медленно. Мы можем сделать очень просто. Мы передаем сигнал и одновременно его же слушаем. Если никто в этот момент не вылезает, то переданное равно принято. Никто не влезет. Так? Если кто-то одновременно начинает передавать, у нас получается несовпадение переданного нами пакета всем молчать с тем, что мы сами слышим из сети. Это значит, что мы столкнулись. В этот момент мы можем сделать какую-то паузу, случайным образом определяемую, чтобы не было одинаковых двух стилхартчан. И повторить как бы. Замечательно. Вот такой вопрос. А зачем нам предупреждать, что мы хотим сюда отправить? Ну, чтобы, если одновременно пойдут какие-то... Ну, а если одновременно прошли два предупреждения? Почему? Почему мы не можем точно так же обойтись прямо с пакетом данных? Начать излучать пакет данных, одновременно слушая сеть. Если в какой-то момент времени сеть свободна, мы просто начинаем звучать в нее сигнал. А если она вдруг начинает занятая быть? То есть, если у нас получается несовпадение переданного и принятого, возникает ситуация, называемая коллизией. В этот момент, соответственно, две карточки, которые влетели в коллизию, замолкают. Там вводится случайный интервал задержки, после чего они возобновляют передачу. Заново. В этот пакет. То есть, задержка, чтобы кто-нибудь другой мог, по желанию не помешать? Ну, вот смотрите. Вот они станут более. Вот, скажем, вот эта С вылезла со своими текстами. Соответственно, то, что А передает, получилось то, что А передает. Наложился на нее то, что С передает. Виноват. То, что А принимает, получилось то, что передает, плюс С передает. Естественно, не равно. Правильно? Мы говорим, что ой, караул, возникла коллизия. Все молчать. Через некоторое время А снова попробует передавать. Говорит слушать. А совпадает ли то, что я передаю, с тем, что я принимаю? Если за время передачи вот этого сбоя не произошло, будем считать, что мы передаем. Поэтому нужно пакет поменьше передавать, чтобы никто не мог помешать? Нет. Смотрите, перед тем, как передавать, карточка слушает сеть. Если там тишина, то мы начинаем передавать. Если там что-то есть, сидим и ждем, пока будет тишина. Но все равно, если быстро-то не будет, если там большой поток идет от одного к другому. Метод называется чувствительный, несущий множественный доступ с разрешением коллизии. Так называемый. Этот метод интересен чем? При малых нагрузках, при малых нагрузках, он обеспечивает максимальное беспродействие. При больших нагрузках, когда здесь постоянно что-то летит, количество коллизий растет. Приходится перепасылать данные. А это жирная трафика. Ну это жирная трафика. То есть мы начали кричать, потом все бросили, начали заново это передавать. Опять влетели в коллизию. А мы опять влетели в коллизию. А когда таких функций много, то реально, если у вас здесь провод 10 мегабит, ну, зерна классический, при более-менее серьезном опуске 30-40 станций, ну, в 5-6 раз от георетического предела запросто садится. Запросто. Что можно придумать вместо вот этого метода для того, чтобы оптимальным образом использовать полосы пропускания противника? Чтобы у нас коллизии не возникали. Плохая точка, вредная. Смотрим первую строчку. Вспоминаем ваше предложение про некую станцию, которая будет командовать параду. Есть варианты? Как можно управлять дисциплиной доступом? Назначен как приоритет. Но приоритет это немножко более высокий доступ. Мы можем сделать следующее. Организовать логическое кольцо. Логическое кольцо. Которое будет делать специальный маркер. То есть, как? То есть, получили. Каждая станция получает адекционный маркер. И отдаёт его. Если ей есть что сказать. То она не молчит. Она говорит. Если нет, она передаёт следующую станцию. Просто по очереди. Да. Сам по себе этот самый маркер достаточно короткий пакет. Поэтому мы выполняем его в среду передачи на очень короткое время. Если мы, скажем, захватили этот самый маркер. Мы передаём длинный пакет, который действительно загружает нашу среду передачи. Он наполняет до станции адресатора. Кто видит, что это мой пакет по адресу. Его хватает. И дальше отправляет к кольцу пустой маркер. Ну, не пустой маркер. На самом деле, сначала это станция подтверждения, а потом пустой маркер. Но, в общем случае, она освобождает маркер передачи. Скажет следующую. И есть что сказать, если ей не что сказать. Что здесь хорошо? Понятия коллизий нет в принципе. Это просто? Что происходит? Они не искать, очередь пропускать. Нет, пропускать не может. Здесь каждая станция принимает и передаёт. Но она же может передавать не следующей станции, а через следующую. Только следующую. У них у всех есть логический номер. То есть, противоположим станциям, как бы, не может, чтобы передали что-то. Ну, у них логические номера. Скажем, один. Ну, по порядку включений. Два. Три. Первая станция. Мне нечего сказать. Вторая. Мне нечего сказать. Третья. А мне есть что сказать? Вторая. Вторая. А я тоже хотела сказать. А я, извините, ещё маркер не пришёл. Тебе можно говорить. Да, поэтому... Команды не было. Третья. 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 В чём преимущество? У нас нет коллизий и использование полосы пропусканий практически полное. Третья. На практике, технология, которая называлась Token Ring, при формальной частоте передачи данных в 4 мегабитта, при каких-то значимых нагрузках оказывалось быстрее 10 мегабитовых зардах. Потому что здесь мы начинали влетать в постоянные коллизии, потерю реальной пропускной способности и так далее и тому подобное. Здесь у нас полное заполнение канала. Передача пустого маркера отведает там единицы процентов пропускной способности. Весь канал заполнен полезной информацией о реальной пропускной способности. Минусы. Почему технология Token Ring практически сохранилась с целью? Как вы думаете? Ну, все ждут в свою очередь. Ну, при малой нагрузке она обеспечивает гораздо худшие параметры задержания. Здесь нам есть что сказать, мы пошли говорить. Здесь мы ждём, пока на нас выбежит маркер. Ну, а есть маркер, бежит довольно быстро. Маркер... Бежит довольно быстро, но всё равно это вносит задержку достаточно приличную. Но это не самое страшное. Ну, значит, нам нужно выбирать, что мы хотим, то или то. Не понял. Ну, в смысле, у нас большие нагрузки или малые в сети? Тогда мы выбираем нужные... Ну, большие нагрузки, да. Безусловно. Но всё равно он сошёл со сцены. Несмотря на то, что нагрузки... Да может, пришёл кто-то новый, который универсально подходил для этого и для этого. Нет, он сошёл ещё до появления технологии фаста-зерната. Обычный эзернат его съел. Фокус в том, что каждый сидевой адаптер был до этого. Достаточно сложный математический процессорный аппарат. Бывающий версия 16 мегабит. Она не то, что конкурировала с фастой-зернат, но не глобально под нагрузкой. Несмотря на то, что там формулируется. Каждая сетевая оплата токен ринга достаточно сложная в сервисе. Достаточно сложная. Соответственно, что? Если сетевая оплата на 10 мегабит. Стоила сущие копейки порядка 10$, то токен ринговская бывает 50$. Плюс к тому, требуют достаточно дорогие... Это маслогическая структура. Достаточно дорогие концентраторы. Специфический разъём. Мы прямо потом перешли на стандартный разъём. В итоге, это вышел слишком дорогой. А что мы можем сделать здесь, чтобы избежать коллизий? Почему сейчас мы спокойно строим сети на 1000 лобов зернат, совершенно не боясь, что у нас коллизии всё съедят? Может, какие-то специальные каналы открываются между двумя станциями, которые хотят передать информацию? Как это будет выглядеть? На самом деле, во всех современных решениях размер сегмента коллизий ровно две станции. Таким образом, мы это сделаем. Сделаем так, что просто. Появилась в 1990-м, не помню какого-то году, технология коммутации интернет. В чём суть? Мы уже имеем не вот такой вот провод с простых железяков, в который все кричат, кто что хочет. Мы имеем интеллектуальный аппарат, которого мы в интеллектуале просоединяем ручные нам рабочие станции. У каждой сетевой платы есть такое понятие, как MacAdress. Аппаратная адрес, но не IP. Это встроенный в ней в заводе жёсткий аппаратный адрес. Который пока ещё не повторяется. Да, хотя уже возможны проблемы. Насколько я знаю, сейчас повторно пошли в использование патрица, которые выдавались ныне уже несуществующим технологиям. А вдруг в ГОИ существует технология какая-нибудь старая устаревшая? Ну, MacAdress существует в пределах локальной сети, на самом деле. Когда вы уходите в глобальную сеть, вы работаете через ЭК. Поэтому вероятность того, что вы на поле здесь снова оборудованы на старые MacAdress, а внутри своей локалки относительно невеликой. Ну, вдруг у меня там завалилось? Ну, знаете то, что у вас завалялось в музей за хорошие деньги? Купите много. Да, было такое. Вряд ли вы будете в современные сети интегрировать, например, карточки Ethernet на 10 мегабит, выпуск посередине 90-х. Дело в том, что вы в современных компьютерах просто не вставите за неимением нужной шеи. Так как МТСА, ЕСА, весового колбаса, вы в современных PCI или PCI-Express просто не готовите. Суть идеи – сегмент вот этот вот коллизии, кусок проводов, которые одновременно могут кричать передатчики в приемники, у нас состоит всего лишь из двух узлов – самого компьютера и комбутатора. Электрически все вот эти вот вещи развязаны. Если здесь кто-то кричит, передает данные соответствия, то это никоим образом не мешает нам передавать данные здесь одновременно. Более того, мы используем для передачи данных, как я рисовал, два провода, один для передачи, другой на прием. Здесь мы можем даже не слушать то, что у нас происходит в линии, не ловить коллизии, поскольку их заведомо быть не может, а спокойно по одному проводу передавать, по другому принимать. Но есть какой-то компьютер очень популярный, и все на него много чего шлют. Доберемся. Таким образом, число компьютеров в одной сети, объединенных коммутаторов или иерархии коммутаторов практически ничего не ограничено. Есть там ограничение по разумности, по толщине каналов. Но вот такого затылка, когда весь пар идет свисток... То есть, в таком варианте можно несколько разных вариантов использовать. Ну, в смысле, несколько разных компьютеров пар, они передают друг другу лепатицию. Да, и он проводит, например, вот такими парами. Вот так. А если все-таки одному компьютеру? Ну? Ну? Ну, если я думаю, там, может, компьютер у нас играть не произойдет. Сейчас, заберемся. Вот в этом варианте мы практически всегда можем обращать на полную выпускную спазорную систему. Если мы используем 10-мегабитовый кабель в таком варианте, сколько мы получим интегральную производительность вот этого канала, работающего без стороны? Сколько мы всего сможем прокачать по нему данных? 10, наверное. 10 в каждую сторону. Ну, тогда 5 в каждую сторону. Нет. Мы 10 можем передавать и одновременно можем в то же самое время, подчеркиваю, принимать со скоростью 10. Это и другое? То есть скорость 20? У нас же в литой паре, как я показывал, 2 пары принимают. А, ну тогда это не один провод, а два. Ну, проводка 1, когда мы его притащили, а у него 2 пары используются. Ну, да. Это значит страшно. Скандарт 10, но поскольку в маниевой коллизии нет необходимости, мы реально можем передавать 10, принимать 10. Вот в этом варианте мы можем либо передавать, либо принимать, как вы понимаете, а вот в этом варианте мы можем одновременно и передавать, и принимать. Соответственно, для 100 мегабитов пропускная способность будет 200. А для варианта гигабит разделяемые следы передачи вообще не предусмотрены. Глобально. Не бывает. То есть гигабитовый кабель, он всегда дуплексный. Позволяет передавать 1 гигабит туда плюс 1 гигабит туда. Вариант, как вы совершенно стояливо сказали, совершенно нормальный и наиболее часто использованный вариант, когда несколько компьютеров станции клиентов обращаются к одному серверу. К серверу и его системе хранения. Тогда как, они в очередь строятся, да? То есть сначала ты спроси, потом ты спроси на уровне коммутатора. Нам приходится держать здесь определенную документальную память. То есть, и причем, наверное, не самую маленькую. Особенно, если там какие-то на запись файлы в серверную часть. А может быть, к серверу несколько проводов, чтобы, ну, как-то... Забегайте немножко передачи. Вариантов несколько. Либо мы на каждый порт вешаем какой-то небольшой буферный кабель, но здесь у нас практически сетевые клады. Что такое дисциплина FIFO вам говорили? Как? Ну, как? А в программируем вот такая вот... встречалась штука? First in, first out. Первый пошел, первый вышел. Last in, first out. А, стек и очередь. Хорошо. Какого типа буфер мы будем использовать вот здесь вот? Первый вариант. Совершенно верно. Мы ставим здесь на борт. Что они нам дают? Если мы не можем ретранслировать кадры куда нам надо, мы их накапливаем. Если мы, скажем, здесь ставим 256 кбит микросхемки, ну, 8 кадров у нас сюда уже есть. В принципе, это может стоить. Самая мерзкая ситуация, которая может возникнуть – конкуренция за порт на значение. Это когда все хотят передать одному. Ну, я не говорю. Это самая плохая ситуация. Это называется конкуренция за порт на значение. В этом случае, возможно, так называемое отказовое обслуживание, когда будет буфер заполнен, Говорят, подождите, я отправлюсь не потом. Идет сигнал. Перепошлите последний кадр, перепошлите, перепошлите. В этом случае мы теряем скорость серии. Как мы можем с этим бороться? Ну, еще зарачивать буфер на память. Несколько проводов к серверу, на котором хранится много нужных данных. Мы можем сделать еще хитрее. Куда хитрее? Куда еще хитрее? Ну, хитрея всегда есть куда-то. Вот упрощать сложно. А ну, сложно, если бы не вопрос. Будем сделать хитрее. Так делалось в самом начале появления технологии. Мы имеем вот такой контакт. Нечасленно не делаем. Мы делаем статус. Который мы имеем, условно говоря, два порта по... Ну, по современному мерку. По гигабиталу. Скажем, двадцать четыре. По сто. Когда-то это было по сто и двадцать четыре, по десять. Все меняется. В соответствии на высоконадрожные сервера, мы присоединяемся к красному порту. В данной ситуации мы можем гарантировать, что десять одновременных обращений к серверу будут обслужены без потери задержки. Правильно, да? Если у нас здесь гигабит, там все. А на что можно использовать второй порт? Красный. К нему уже. Но с другой стороны. Хорошо. Первый вариант. Повременные операционные системы позволяют производить объединенную адрегацию канала. До четырех проводов могут быть объединены в один магический канал связан. Естественно, мы будем поддерживать всех сторон тоже желательно. Ну, поддерживать сейчас. Хорошо. Все. Ура. Быстро-быстро. Четыре раза быстрее. Ну, в два как минимум. А вот в вариантах агрегирования канала есть несколько. Первый вариант. Много. Запустим три туда. Ну, они все дублюсь. Да, да. Смесь. Повиска. Галансировка. Загрузки. В этом случае, либо автоматически, либо просто по назначению. Это работает через этот канал. Это через это. И так получится. В данном случае. Кое-либо мнение крышек с один. Кое-либо другого. Может это делаться чисто назначением. А если там у одного клиента там простенький запрос, а у другого клиента там огромный такой файл. Да. И получается так, что там два клиента, которые огромные файлы пошли на один порт, а два клиента, у которых простенький запрос, они пошли и... Не исключены. Но поскольку у нас там не по двое, а вот в данном случае по двенадцать... То еще хуже. Нет, то нагрузка более-менее отступлена. Равномерно. А если совсем не повезет? Ну, если не повезет, то у нас появятся уже другие метки объединения там. На них мы еще доберемся. Есть второй вариант. В этом случае оба канала эквивалентны. Все работают. Все работают через один канал. Если с ним что-то случается, как будто не прерывается ненавидно. Что может с ним случиться? Порвался. Отключение. Порвался. 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 Сдолго сетевая плата на сервер. Умер порт. Окислился разъем где-то. В монтажной панели или где-то еще. Перегнули. Ну, это вот та же самая лошадь сошла. Вы будете смеяться. Но есть совершенно такое выражение популярное. Убил электрик, а спас сервер. Ну, черт, лично убрал электрик. Сел в тюрьму. Это убийство. У меня такое, например, параул. Я не знаю, куда они налево продают электричество. Но каждые выходные там гуляет упряжение. Я не знаю. Кажется, в понедельник не работает почти ничего. Бесперебойники не справляются. Сейчас поставили дорогущие бесперебойники, которые чху-тьху-тьху пока делают. Просто не справляются. А электриков? Куда вы? Кому вы продаете электричество? Ну, я же не буду там по огромной территории полностью искать где-нибудь камеру на левую кучу. И не надену никогда где-нибудь в колодце при соединении. Так что этот вариант тоже не исключен. Но тоже иногда приходится использовать. А на что еще можно использовать? Да, фрактуруческо-крытики. Дублированный канал. Другой компьютер, который пишет. Ну, другой сервер. Ну, другой сервер. Когда мы рассматриваем с вами пустеризацию серверов, физически это примерно так же и выглядит. Сейчас они не могут кем-либо кривым методом писать в одну и ту же базу данных и брать из одной и той же. А зачем же кривым? Все, красиво. Ирой пять. Запросто. Так оно примерно и делается. Им на два? Да хоть два. Не, я имею в виду... Ну, компьютер, да, от него получается? Можно. А, вроде бы читает и отдает только один... До технологии хранения мы еще не добрались, сейчас доберемся. Хорошо. А что еще можно использовать в красном порте? Ну, какой-нибудь крутой пользователь, типа директора. Они это любят, да. Но это не лучший вариант с точки зрения техники. Эффективности? Да. Хватит, ну, 22-дюймового монитора, оставим на целирунчике. Админы подвести? А зачем? Чтоб было правильно. Ну, единственное что, делать себе резервные копировки с красного порта. Сможно. Но это делать на рабочую станцию копирование сервера, это идеологически неправильно. А что еще можно использовать? На соединение со вторым таким же коммутатором. Ох ты! Например. У меня есть, например, две комнаты, где сидит по 15 человек. Скажем, здесь. Ну, и вот через коридор, в конце коридора. Единственный вариант. Либо это еще вот такой вот жгут 100 мегабитовых проводов в ту аудиторию. Либо я ставлю там, вот такое вот решение, и здесь вот такое решение. Связывается с красным каналом. А он, мне кажется, недостаточно скоростным. Это будет, безусловно, узкое место. Но выигрыш под простоты прохватки управления, в общем-то, окупается. Кроме того, есть вот какие варианты? Второй провод. Ну, двумя проводами. Можно. Можно. Есть вот такой фокус. Вот эти вот части у многих дорогостоящих коммутаторов, это не просто встроенный порт прямо туда-то, доска, и там порт на литую пару. Там ставится микромодуль, который может быть как на литую пару, так и... Абтоватную. Абтоватную. Совершенно верно. Вот здесь наша аудитория запросто может разделять две тысячи метров. А не дорого две тысячи метров? А зачем нам две тысячи? Ну, например, по шпале 500 метров накрутить без проблем. По стеночным коридорам. По стеночным коридорам. Семенов куда идет? В 120. Какой-нибудь давик в Семенов. Ну, два километра я не уверен, что можно. Здесь другие технологии будут. Глобальных сетей, которые мы пока не рассмотрим. Ну, лазер. Да, кстати, здесь чаще всего можно в чистой прозрачном. И, скажем, с крыши девятиэтажки, Семенов. Ну, я бы не сказал про вчера. Ну, иногда приходится. Это, наверное, в дождь лазера вообще оказывается? Нет. Нет. На самом деле, за обычное информационное не скажу, но про военные нужно больше. Длина волны подобрана таким образом, что водяной парке и водяной капли практически не мешают работе лазерного линомера. В частности. Практически не мешают работе лазерного сканирующего системы. А снег? Это вода. Ну, замерз? Ну, немножко не знаю. И белая. Но, на самом деле, практически дальность работы дальномера 2-3 километра. Мощность там такая, что при попадании в глаз, в общем-то, глаз можно выкинуть за ненадобностью. То есть 3 километра плотность снегопада в глаз можно выкинуть? Вот плотность снегопада, наверное, и дальность сократится. Но в обычных погодных условиях 99% времени лазерные длиномеры не боятся погоды. Более того, чтобы им забить курс пропускания, нужно использовать не обычный дым, там резину полить, а специальные дымы, содержащие определенные химические вещества. В котором гаснет именно этот лазерный луч, который используют в своей дыме. А если вулканический пепел? Ну, если у вас шутится вулканический пепел, вы вряд ли в это время будете вести активные боевые действия. Вам будет не до того. А если я взял и поставил стенку, через которую лазер точно проходит? Подышите? Замечательно. Танк определил в нее расстояние, замечательно определил. И вот в вашей стенке уже нет. Мне еще одна стенка. Снаряд дешевле. А? Снаряд дешевле. В смысле? Танк точно определил расстояние до вашей стенки. Командир командует. Фугасно обережай. Огонь. Привет вашей стенке. Если вы были рядом с ней, то вам тоже. Стенку беды. Тш. Отбегай. Поехали. Ну, например, снаряд М829А3 американский, видя вот примерно какого лома из обедненного урана, пробивает примерно... 530 мм броневой стали. С хорошим за броневым действием. Состояние в 2 км. То есть вот за такой стеной броневой стали мы не встречаемся. Я не знаю, вот такая. А сколько она будет весить? Взяли, подняли. Не подняли. Не понесли. Не подняли. У каменных стен действует хорошо другой снаряд. Впрочем, это не могу. Что можно еще придумать? В данном случае. Еще один такой же. Еще один. Хорошо. А потом еще один. Еще один. Отлично. А потом в первый. И возвращаемся к идее кольца. Минуть. Во-первых, какая доля пропускной способности сервера достанется вот этому компьютеру? Если просмотреть активно, мы будем считать, что здесь у нас один порт используется гигамина, 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 третих, по десять. Ну, чтобы считать, будет удобно. То есть, по-моему, у нас равномерная. Маловато. Сколько? Там у него одна десятая. Там вот эта десятая. Короче, мало ему достанется. Здесь мы работаем как бы на полную скорость. У нас здесь десять портов, десять гигабит, да? И сюда. Здесь у нас десять портов забивают один гигабит, три пришли вторым гигабитом. То есть, этот канал у нас работает только на половину. Правильно? Угу. Вот это вот. Здесь у нас та же самая петрушка. Половина от половины. 0,25. Так? Угу. И здесь еще раз половина от половины. 0,125. И 0,125 мы героически получаем на рабочей станции. Неплохо. Вот стамика. 12,5. Это не смешно. Это чуть быстрее старого стамигабитового звука. Ну, извините, на таком расстоянии-то, конечно. Нормально будет. Что вы еще хотели? Я? Я хотел, чтобы у меня было сто процентов. На расстоянии. Ну, извините, тогда берем и берем еще один провод облаконный, подсоединяем, скрыт ему справа коробочки порту, и тянем его напрямую к компьютеру, который хочет себе сто процентов. Еще лучше прямо оттереть там компу. Если напрямую компу, то можно. А вот если вы вдруг захотите сделать вот так вот... Кольцо? Да. То работать не будет. Через шесть месяцев? Ну, я поставил одномодуль в его окно. Не много модулы на 2000. Одномодуль я сюда воткнул. Дороже, сложнее, но надо наклевать. Мы хотим. Работать не будет. Работать не будет, потому что на уровне смах-адресов невозможно определить правильный маршрут, по которому не лежит отправки пакетов. Куда я вот сюда? Вот он маршрутизатор. Определить лучше вариант, где расстояние меньше. Можно, но это уже требует определенный интеллект от коммутатора. Коммутатор на втором уровне этого просто не умеет. Ну, значит, наращиваем его интеллект. Отправляем на курсы коммутатора. На втором уровне этого сделать нельзя. Ну, качаем его на третьем уровне. Ну, за ваши деньги любые каприсы. Но, на самом деле, кольцо у нас заодно работать не будет. Медлик ведущий. Поэтому, когда вы строили свои системы, избегайте за кольцовыми. Как бы вам определить визуально? Есть очень хороший способ сразу понять, что вы построили кольцо и схватиться за голову. Если у вас кольцо, тогда у вас кольцо. Нет. Ну, если у вас провода там разложены где-то по стене, вы что-то накоммутировали. Ну, схему делать. Если вы все хорошо понимаете по схеме, это, конечно, хорошо, но если вы ошиблись. Как увидеть? Это чисто практический совет? Работает? Работает, работает. И работает, не работает. Почему? Кольцо. Кольцо. Ясно. Еще миллион вариантов. Именно в этот момент... Работает, потому что кольцо или еще миллион вариантов. То есть, почему вы можете сказать, что в данный момент вы получили именно кольцо? И не остальные вариантов. Все подключенные станции начинают бешен длигать в портале. Можно проехать десять километров? Нет. У них же у всех на каждый порт есть лампочки, так или иначе расположенные. Вот если вы получили кольцо, все лампочки подключенных станций от всех коммутаторов начинают бешен мигать. Значит, что пакеты заблудились. Если вы видите моргание всех портов, значит, вы знаете, что надо делать. Искать кольцо. Что мы заканчиваем. Так, этот провод разумеется. Кольцо. Этот провод разумеется. А? 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 О! Значит, это был... А, это же был последний провод. Нет, по-любому можно любой провод. Так, видите, все. Нет, это есть у нас... Если это кольцо, то можно? Нет, любой провод. Допустим, вот от последнего компьютеру отцепишь. Ну, компьютер, конечно, будет без сети, а все остальное, как было кольцо, так и останется. Так же, смотрите аккуратно. Что можно придумать, чтобы у нас не было такой вот иерархи коммутаторов, с тем, чтобы на последнем коммутаторе станция просто показывает, что сеть есть, но работать с ним нельзя. Это же издевательство. Если кто-то там у вас на территории, в дальнем корпусе живет, он же будет ругаться. Выучить эффективно. Кто себе ругается? Ну, это не дело. Хорошо, что если он просто ругается... Ну, надеется, что он вас не хочет. Ну, хорошо, работать он все равно не сможет. А если там у вас стоит не человек, а, извините, что он будет управляющий химическим реактором в центре города практически... Ну, тогда мы уже будем ругаться, что тут за взрывы гремят? Вы ругаться уже не будете. В лучшем случае будете сидеть в СИЗО. Где? Следственный заряд. Что можно сделать, чтобы избежать от такой цепочки и получить нормальный перезайти? О, а я знаю. Взять оттуда провод туда и посередине провод перерубить. Тогда будет и таким большой втянет. Ну, если вот контрацент был, вот здесь еще один, сюда, и здесь не будет. Совершенно верно. На самом деле нужно перейти от такой безумной цепочки к нормальной, честной звезде. Делается немножко не так, центральный коммутатор ставится. Ну, это уже... Ну, нет. Вы совершенно верно все сказали. Просто центральный коммутатор. Есть резон, установить. А, то есть делаем... Жутко дорогой. Жутко дорогой. Потом все скоростные порты. Куча интеллекта, буферной памяти. Всего-всего-всего. Да. И соединяем его. Коммутатор 4-го левого. Соединяем напрямую. Со всеми коммутаторами. У него даже лишние порты останутся. Могут остаться, могут не остаться. Лучше, чтобы остались. Потому что желание сэкономить в цене серверного оборудования приводит к тому, что через год вам захотелось чего-то еще, и вы либо вынуждены подключать чего-то еще к методам, иерархически подключенным коммутаторам, либо покупать что-нибудь подороже на большее количество портов. Лучше сразу решить. Как то, так и другие решения плохое. Лучше заплатить сразу немножко больше и стать спокойным. Сколько вам может понадобиться портов на будущее, считай, и думать сами. Тут же ничего не станешь. Посконечность? Нет. Если у вас есть территория и площадь какой-то, вы не можете поставить больше, чем, грубо говоря, на квадратный метр с учетом прохода. Ну, это уж совсем такие расчеты. Ну, это действительно за предельный расчет. Хорошо. Вот у нас есть гигабир, а сейчас просто антизированные 10 гигабир. Это, конечно, роскошно. Но у меня есть задача, относительно плоско, в пределах одного здания, сделать 400 пакетов. Поможет ли нам, нарисованное нами вот это вот решение? Ну, звездочка, в этом кабинете 10, в этом 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 пролезание 100. Звездочка на 40 вот таких лучиков. Ага. И у каждой еще по 10 лучиков. Ага. А что? Ну, или нет, там на 4, потом на... Поможет ли нам такое решение? Хватит ли нам гигабита на вот это вот разглезание? Наверное, нет. Суть по вашему вопросу. Нет. Проблема в том... Можешь купить суперкомплектатор, которым будет 4 саппортов. Ага. Ну, они модульные, на самом деле. Крупус заключается в том, что вот такие вот, примерно, модули... По специальной модуляции. А они соединяются вообще очень-очень быстро. Они соединяются перед специальной скоростной шумом. Тоже на небольшом расстоянии может. Да. Она короткая, но высокая скоростная. Так и делается, да? Так и делается. Либо это получается... Они действительно выглядят, как стоящие. А сколько в одном кабарате ремакс нужно будет? Ну, вот один модуль больше 48 обычно не делает. Вот такой шин, как правило, соединяется не больше 4 шин. Это уже связано с ограничением вот этой самой машины. Ну, и в каждой по 48, то есть... Ну, и нормальная модуляция. То есть 200. Ну, грубо говоря. 200 плюс там... Ну, да, 48, 20 раз, ну... Это уже решение. Ну, а нам нужно еще вот такую штуку делать. Нам нужно еще одну штуку. Их соединить с красными портами тогда. А мы получаем 2 мощных стороны, 4 мощных системы соединенных тонненькими веревочками. То есть мы проблему решили только в частичках. Ну, может быть, там вот этот с этим не будет общаться, скорее всего. Это логически одна коробочка получается. Вот из тех вот. Вот эта вот вся вот штука. А почему нельзя еще четыре подключить? А потому что ограничение с ограниченной. А давайте еще шины... Каждая с каждым под шины. В смысле... Вот так? Какая разница, мы эти и так имеем. На самом деле, когда у нас нужно совсем много, то вот такие вот шкаты, где внутри идут, бывает еще несколько сверхстроенных шин с обычным разъемом. Ну, похоже на компьютерные, которые внутри идут. Это просто надевается нужным намного. Питая пара, оптика, то что угодно. Там число может быть очень большое. Это вот такое решение. То есть, звездочка, звездочка, это решение самое дешевое, самое распространенное, но, формально говоря, самое плохое. Однако, учитывая цену этого дела, только для цель-пилятия, и тоненькая. На самом деле, вот такую штуку я собирала в жизни. Это не будет... Сколько вам заплатили? Это не будет, но... Это просто не купится. И начальное вложение далеко не всем под силу. Само вот эта стоимость для модулей может стоить десятки тысяч долларов. Без модулей. В то время как набрать цепочкой коммутаторов, вы можете уложиться пять-шесть тысяч без проблем. Даже не самая дешевая. Звездочка из коммутаторов – самое лучшее решение, но самое применимое. Поскольку для обычной офисной работы она обеспечивает вполне достаточную производительность. Если у вас там не больше двух-трех коммутаторов цепочки, ну, двух хватает, на самом деле. Но самая дешевая. Усложнять не надо.